Пока у нас загружается проектор, я хочу сказать, что от имени Java Ether Group рад, что вы пришли. И если у кого-то будет желание выступить на Java Ether Group, всегда буду очень рад дать вам эту возможность. Так, во время перерыва подходили люди, спрашивали вопросы, где можно будет осмотреть слайды. Слайды можно будет осмотреть на таком сервисе, как slideshare.net, это такой юзернейт. Тогда я закладываю все свои слайды и нажав точку ватт и руководит. Продолжим. Собственно, первая часть была о том, что за штучка жеребель и что она делает, а вторая часть, немножко более эстетическая, о том, как она это делает. И дать вам представление, что происходит под работом. Немножко от Java приходит. Много говорить не будем, мы безбожно задержали первую часть. Поэтому пройдемся быстренько по основам. И посмотрим на некоторые приемные инструментации Java-классов на лету. Почему вообще стоит говорить о байконе? Почему стоит для него посмотреть, если уже разработчик? Во-первых, ну, стоило бы знать свою платформу, неплохо так, иметь представление, как она работает, и вот байкот – это один из подходов, как ее изучить. Второй вариант, ну, может быть, вы, с каким-либо, напишите на новые языка. Сейчас все делают языки, по-моему, или в целом, кодом, еще что-нибудь. Может быть, вы свои языки применяете. Более практический пример – это использование каких-то моделей программирования. Моделей программирования. Аспект-ориентированный на программированные ORM, то же самое Кабернет, используя модификацию PostShade. Мы каждым шагом генерировали какие-нибудь прокси на лету. Это всего модификация байккода. Ну, естественно, есть всякие инструментики. Жеребный не единственный. Мы рассмотрим другой список. Там много, которые занимаются модификацией байккода. Ну, и просто, если вам очень скучно и вечером нечего заняться, то, может быть, вы посмотрите байккод. Вот. О чем этот рассказ? Немножко об основе байккода, как это работает. Если кто-то вообще не имеет никакого представления об этом, то, может быть, вы получите какой-то обзор. Далее мы посмотрим на такой интересный инструмент, как JavaP. Это Disassemble. Как считать результат дезасимблирования классов файлов. Дальше посмотрим на такой механизм как Installation API, который привез в Java 1.5. И две библиотеки. ISM и Java System. Начнем с байккода. А, кстати, картинка как бы намекает, что много знаний я вам не дам. Дам какие-то пользователи. Я надеюсь, у меня она ненавидит, поскольку вы не будете. Дробать код. Давайте начнем с самого-самого начала. A плюс B. A плюс B можно записать как AB+. То есть постфекционная нотация. Чем она хороша, мне скажем? Нахороша она тем, что ее можно на стекле запустить. Есть у вас стек, есть у вас такая нотация. Сделали push A, сделали push B. Какое-то значение. И, допустим, add. Почему 15 получилось, кто скажет? А я сам не помню, я как-то посчитал, что будет 15 один раз. В каком-то формате. Вот. И получил. Так. Но в JavaBankCode, в принципе, получается то же самое. Оно точно так же работает. Единственное, что это все записывается другими инструкциями. Как видите, icons, он, в принципе, заменяет push. И idad заменяет просто add. То есть появляются какие-то рефиксы, появляется какая-то семантика в инструкции. То есть, например, icons, то очевидно, что это работа с константой. То есть мы не просто какое-то значение нас стек называем, а именно типизированную константу. И это интеджер, константа 1.1. То есть структура константа 1.1. Вообще структура операмтов в байккоде. Байккод, само слово говоря, само за себя, это инструкции, увеличенные в один байт. Т.е. их шестнадцатеричное значение занимает дитой. И какие типы есть? Во-первых, как оно состоит? Есть такой префикс, который показывает тип инструкции, с какими оперантами она работает. И, собственно говоря, сама операция. Это в общем случае, но есть исключения, конечно. Например, работа с константой. То есть инструкция LPC, она не отвечает, на самом деле, никакому нейлонгу, как вот здесь вот префикс указан. А она работает с константами строк и, например, с показателями на классы, на сами. И даже самое icons, например, вот у нее есть i, значит, интеджер. Далее есть операции для работы со стеком и с локальными переменами. Внутри фрейма, в котором я сейчас расскажу, что такое фрейм. Операции с массивами, математические операции, какие-то операторы математические для логических выражений. Флоу-контрол, то есть ифы, циклы, свечи и операции конвертирования. Например, если вы пристраиваете дабл в лонг или и дежур в лонг, используется инструкция специальной конвертации. Прежде чем посмотреть, как это работает все, нужно понимать общую модель запуска. Как исполняется это все дело. Вот у нас есть процесс GLEM. В нем есть куча потоков. В каждом потоке создается куча так называемых фреймов. Из чего фрейм состоит? Фрейм состоит из массива локальных перемен, проиндексированных, и строков. И плюс еще есть ссылки на константы, так называемые, то есть, например, на строки. То есть у вас в классе определенные константы и строки, они прописываются в константах полкласса, и из фреймов на них ссылаются по каким-то указателям. Фрейм — это, на самом деле, один метод. То есть, когда у вас из методов, в которых вы находитесь, происходит вызов в другой метод, создается новый фрейм в этом трейме. Если вы отслеживаете... В дебайкере вы видите, что в вашем потоке 100 методов. Путь к вызову, в котором вы сейчас находитесь, есть, и вы можете, например, сделать дропфрейм. Вернуться по стеклу выше. При этом вы измените, как бы, свою, так сказать, программу аккаунта, то есть, вы вернетесь куда-то по стеклу, но не откатите значения полей в классе, например. То есть, если ваш метод что-то поменял, в классе вы откатились, значения останутся там же. Это такие маленькие случаи. Вот. Как работаем со стеклом внутри метода? То есть, какие есть вообще общие инструкции? Вот, например, стек, в нем лежат а и д, и какие-то есть инструкции. Посмотрим, как они работают. Инструкция DOOP. Вызванная инструкцией DOOP дупенсирует верхнее значение на стекле. То есть, мы скопировали A. В данном случае DOOP. Очевидная операция убирает что-то со стекла. Просто убирает. Никуда не без вайвера. СВОП уже как бы не совсем стековая инструкция. Она меняет местами два значения на верховом стекле. Есть еще интересная инструкция, которая более из эстетического вида. Например, DOOP X1. Что он делает? Он берет верхнее значение и кладет его вниз через 1. Для чего такое может быть нужно? Например, вы делаете систему Outprintln и в строке пишите значение integer какой-то будет значение integer какой-то плюс-плюс. Например, сейчас стек такой-то, компетенация строго идет, но и плюс-плюс. Для того, чтобы это 3 плюс-плюс сделать, нужно значение 2P перенести вниз. Потому что будет компетенация строго, и это второе значение будет второй раз нужно, потому что в два раза написано строчек. В таких случаях в компетенции не еле в этой инструкции. Есть еще более из эстетического инструкция. Два значения вверх и появляются вниз. То есть тоже, например, если это need, то же rat double, double занимает два значения на стеке. Соответственно, ему нужны такие инструкции тоже. Локальные перемены. Как происходит общение со стеком? То есть у нас есть такие инструкции общения со стеком, но какие-то вычисления нужно сохранять. Соответственно, используется таблица локальных переменных слева. Справа стек, есть какие-то инструкции. Допустим, загружаем строковую константу на стек. Lpc.to. Она пойдет наверх на стек, и дальше мы хотим присвоить это значение в какой-то локальный переменный. Вызывается инструкция ASTOR 0. Кто может сказать, что это за метод? Сразу же. Если ASTOR 0, какое-то значение нападется? Это статический метод. Потому что по всех обычных методах на позиции 0 находится ссылка ds. На себя. Если идиотом нет, значит это статический метод. Ну или наоборот. Статический метод – это метод. Нет ссылки на ds. Далее, например, кладем константу 1 на стек, и сохраняем ее переменную под индексом 1. Как видите, со стека она убирается, когда мы делаем присваивание. То есть практически все инструкции, которые делают какую-то операцию над значением, убирают значение со стека. Это стоит помнить. Но при том, естественно, если мы что-то загружаем на стек обратно, то это не исчезает из таблицы локальных переменных. Значение это есть. В общем, даже если вот это вот сейчас вы не запомнили, запомните вот это. Log – это взять из локальных переменных на стек, и store – это со стеком нового переменного требования. Вызыв методов. Как происходит? Вот, в общем случае, у нас есть какой-то объект, у него есть метод, параметр 1, параметр 2. Что нужно сделать в инструкции байкода, чтобы этот метод вызвался? Первым делом нужно положить сам объект на стек. Вот мы его положили. После этого все параметры за ним один по одному положить тоже на стек. И дальше можно сделать инструкцию вызова метода. Далее мы посмотрим, какие инструкции вообще бывают. В данном случае это написано таким всех докладом. Биллок – такой-то метод. И если метод возвращает какое-то значение, то оно остается на стеке. То есть у нас есть стек, куда мы можем что-то класть, что-то убирать. Он общается с таблицей локальных переменных. Это само из себя представляет фрейм. И когда мы вызываем метод из этого метода, создаётся другой фрейм, который такой же. Это вот основа работы прайкода. Как происходят и вообще какие инструкции есть для вызова методов джави? Есть инвок static, инвок special, инвок purple, инвок интерприз. Есть инвок динамик, который был добавлен в седьмой джави. Который не получается вызовом на джава си. Сейчас, на мой момент, никогда. Будет только в джава 8. За многие годы это была единственная инструкция, которая добавлена в байткод. До сих пор байткод был такой, как он был в самом начале практически. Как эти инструкции и когда они генерируются? Инвок static. Очевидно, это по названию, что это вызов статического метода. Например, integer в точке variof. Чтобы вызвать variof на квасе integer, будет использована инструкция инвок static. Инвок спешил. Это специальная инструкция. В трех случаях используется для вызова конструктора. Имид. Это конструктор. Вызов приватных методов. Происходит через эту инструкцию. И в случае, если вы конкретно указываете, что этот метод должен быть вызван на суперклассе. Были использованы в инвок спешил. Инвок вертал. Самый обычный метод, который чаще всего используется, с фабрик методами. То есть, вызываем какой-то фабрик метод на квасе, и вызывается инвок вертал. Давайте посмотрим схему работы. То есть, вот у нас есть класс A, есть два метода в нем. Метод 1, метод 2. Есть у него потомок, класс B, в котором переопределяется метод 2, и добавляется какой-то еще свой метод 3, и метод 1 остается из суперкласса. Как видите, метод 2 находится по индексу, по порядку. В том же месте, что и метод 2 в классе. Несмотря на то, что он переопределен. То есть, представьте себе, что в классе есть таблица методов, и там лежат вот эти ссылочки на эти методы. Тут, как бы, хороший вопрос возникает. Чем отличается, например, и блок вертал от иглок интерфейса? Ну, никто не спрашивал у вас тогда такого вопроса? Кто-нибудь на секреструю строграммировал? У вас спрашивали я такого вопроса? Хорошо. Положим, что класс B имплементирует X, и там есть еще один метод из этого интерфейса. И, казалось бы, ничего такого плохого не предвещает это дело. Но вот есть класс, который не относится к этой иерархии и тоже имплементирует этот интерфейс. То есть, позиция метода X в этих классах будет находиться по разным индексам. Здесь четвертый, здесь второй. К чему я веду? Суть в том, что резолюция метода, как находится метод в этих таблицах, получается метод не в InBlock Interface, чем в InBlock Virtual, но это не значит, что стоит сейчас сбежать и переписывать свои программы. Есть замечательная статья, которая была давно опубликована, которая изучала вызов через InBlock Interface и InBlock Virtual, там, по-моему, есть именно на вызов конкретного метода через эту инструкцию разница 8% в то время была, сейчас не знаю, но по всему приложению это мизер, который может быть игнорирован. Поэтому пишите все равно через интерфейс, это красиво. Про InBlock Динамик я сейчас ничего особо не скажу, потому что это очень большая тема, и чем больше я ее узнаю, тем меньше я ее понимаю. Но суть в том, что это было изобретено для динамических языков, когда мы не знаем тип вызываемого объекта или класса, на котором должен быть вызван метод. И только в последний момент, когда уже узнается тип, то есть в крестах мы не знаем, а когда уже в крандаре знаем, и тогда уже переводится этот новый динамик на какой-то другой тип вызова инструкции. то есть если есть вопросы, то сразу же спрашивайте. Я буду очень низко сейчас для этого материала. Далее у нас по теме такой инструмент как JLP. Кто-нибудь когда-нибудь использовал ее? Присутствующий. Замечательно. Может вы меня сейчас поправите, я обязательно ошибусь. Ну, в общем случае, это дизоценка поставок. Можете посмотреть, какие методы, какой супер-класс, это фейсы, значение байкода, вот эти мнемоники можно найти и какие таблицы локальных переменов и так далее. Есть разные ключики, которые помогают настраивать вывод этой утилиты. Но, к сожалению, этой утилитой можно только и делать, чтобы дочитать классы. Невозможно получить вывод этого инструмента, чтобы поменять что-то и отправить обратно. То есть он хорош только для чтения. Ну, как самый распространенный пример, Healowart, я думаю, его полгода видно. Берем назад, ребята. Отлично. Давайте посмотрим, что происходит, если мы используем JLP на таком классе. Во-первых, мы сразу же увидим, что там есть конструктор. Хотя в настоящем классе его нет. То есть это дефолтовый конструктор, который изменился. Многие издавали всякие отражения. Там это, по-моему, один из вопросов. Надо понимать, кто-то есть дефолтовый конструктор, кто-то нет. Вот, можно проверить. Есть. JLP. Что там происходит в дефолтовом конструкторе? Во-первых, он кладет на стек ссылочку на this и вызывает iid. Кто может сказать, что это такое? Почему такие инструкции и зачем они нужны? Дефолтный конструктор. Дефолтный конструктор, да. Но почему он какие-то инструкции вызывает? По-арантовый конструктор. Супер-классовый, правильно? Да. То есть вот и супер. Далее. Main method. Есть инструкция getStatic, ldc и walkWerkle. GetStatic — периостатическое поле из... Откуда-то? В данном случае из класса System. Но это обозначается здесь как решетка 2 в данный момент. Далее загружается константа. HelloWerk, но она обозначается как решетка 3. Это все идут ссылки в полконстант в классе. И дальше уже, поскольку мы положили значение getStatic, он кладет значение поле out System.out на стек. ldc кладет параметр для вызова метода строчку тоже на стек. Дальше мы вызываем уже конкретный lowPurtle, который будет вызывать println на поле out, которое мы положили ранее на стек. Все это, естественно, делается, опять же, через константы. То есть не только строковые константы, а конструкции языка тоже попадутся, на самом деле, в конструкцию. Далее. Ну, естественно, вопрос глупый. Если бы я не сказал, что это такое, то это отсылка на константы. Давайте посмотрим быстренько, как это выглядит в томальной строке. Вот у меня есть простой класс. Класс-тест. В нем одно поле и какой-то где-то, которое возвращает это поле. Давайте посмотрим верхозный выход этого дела. Вот мы видим пол констант этого класса. Он довольно большой, несмотря на то, что класс довольно маленький. Мы видим, отсюда можем посмотреть, откуда он скомплирован был. Что-то было с test.java. Здесь может быть полно разных атрибутов, напиханных, которые, может быть, для вентальности не нужны, но не нужны, допустим, для каких-то инструментов. Далее. Мы видим конструктор класса теста. Мы можем увидеть при распечатке вверхозного варианта. Сейчас. Повеньше сделаем. Чтобы помещалось. Нам скажут, сколько нужно в стеке места для исполнения такого домения, например. Сколько локальных переменных, сколько параметров. В данный момент, например, у конструктора в параметрах ничего нет, но в размере параметр все равно один стоит. Это означает, что тестер всегда идет по первым параметрам, в облицовательных переменных. Потому что это не статический метод. Конструктор, по сути дела, это метод. Просто он такой специальный. Далее. То же самое видим с getFu. Теперь внимательно ребенок заметил бы. Вот эти вот цифры здесь в начале. Индекс 0, 1, 4. Почему не 0, 1, 2? Потому что некоторые инструкции занимают столько дабайтов, а некоторые инструкции берут еще параметры. Плюс к этому параметру. То есть, например, инструкция getFu. Она берет еще два параметра. Собственно говоря, то, на чем она вызывается, и сам параметр, что она должна получить. И в результате мы ее занимаем. Один, два и три. И только на четвертый ставится return. Интересная далия. Два параметра – это сутка на кубинство. Еще раз? Два параметра – это сутка на кубинство. Два параметра. Интересная далия. Можно этот класс посмотреть в шестнадцатеричном формате. Каждая инструкция, у нее есть шестнадцатеричный код. То есть, в принципе, если мы положим все эти инструкции в массив, одну за другой, и узнаем шестнадцатеричное значение каждой инструкции плюс каждого параметра, то мы можем найти вот эту шестнадцатеричную строку в аспайле. В данном случае getStatic – это значение 2a, b4 – это вызов следующей инструкции с двумя параметрами, и return to b0. То есть, в принципе, вот эта вот вещь – это тело метода getField. Если хорошо потрудиться и быть осторожным, то можно прямо вот эти вайты поменять, и по-другому будет сервиский класс, без всяких библиотек и без ничего другого. Но скажу сразу же, допустим, добавить новую аквари, таким образом, это адский круг. Поменять ссылку на константу гораздо проще. Бывает просто поменять цифрку, допустим, с константы 1 на константу 2 – все замечательно, допустим, здесь, в этом месте. Ну, естественно, нужен нормальный шестеричный редактор. Далее. А, может быть, есть вопрос, где такое вообще можно применить, зачем так возвращаться. Например, насколько я знаю, команда NetBeans транслировала старые какие-то классы для того, чтобы они работали на платформе, какими-то регэкстрами, и они меняли прямо динаменты. Так. Далее. Дефактный стандарт в целом мире для модификации и анализа байт-кода – это object-gap.ism. Библиотечка, которая предоставляет какой-то набор утилильных методов, так называемых «визиторов», которые можно использовать для того, чтобы регенерировать классы, анализировать существующие классы, вставлять что-то, выбрать поналеку. Общий процесс выглядит так, что есть некий класс проекта, который предоставляется ASM, есть эти «визиторы», которые используются, допустим, «визит-класс», «визит-метод», «визит-филд». Для отдельных структур класса есть свои так называемые «визиторы». И когда они пробежались по структуре класса, можно взять байки, которые получились, и выписать их куда-нибудь. Либо отправить дальше в класс «loader», то есть это будет переапределенный класс, либо написать «лист», если это какой-то процесс во время build-down, например. То есть, если вы знаете библиотер в ASPJ, там, например, свой компелятор. То есть, на самом деле, берет классы какие-то готовые, запускает в ASPJ компелятор, он модифицирует на битву, пишет новые классы на диск. Опять, тот же самый пример, «hello world», как его сгенерировать. Используется утерийный класс «класс кайтер». Вот он так и создается. «compute max» и «compute frames». Для чего это нужно? Когда мы распечатали верховозный вывод тела метода, там было написано сколько фреймов, сколько локальных переменных, сколько места на стейк нужно. Если вы не напишете вот этих лошков, вам нужно будет до каждого нового созданного метода или измененного метода писать правильное количество вот этих вот фреймов, сколько нужно, или сколько на стейке нужно места. Эти флажки позволяют вычислять эти параметры для методов только по 0, автоматически. То есть вы говорите, «я сам не хочу этого делать, сделаю это заменим». И это работает, насколько я знаю, с начинающейся в стейджау. Как создается класс? Когда у нас уже есть этот класс прайдер, вызывается такой вот метод – visit, где мы говорим, что мы хотим, чтобы этот класс отвечал требованиям байт-кода для 1.6 java. Это будет паблик класс. Мы называем его x. И это будет тип объект. Как видите, там полно констант. Там есть какие-то определения видимости. То есть паблик можно, там, acc private написать, acc еще что-то. И полно других вещей. Во время программирования с fc очень много пишется констант в коде. Вот. Какие еще acc есть? acc public, acc abstract – это обычные вещи. Есть еще acc bridge и acc synthetic. Как вы думаете, куда такие модификаторы могут прописываться? Да? Внутри репласса будет. Еще раз. Внутри репласса. Нет. cc bridge, bridge методами генерируется при генериках. Когда есть генерализированные классы и между наследиями, если это было ответом. Да. Окей. Синтетик. Синтетик не так часто. Я видел, что он был скомбелирован. Чаще всего его используют при модификации байт-кода для того, чтобы в одном месте допустим сказать, что это синтетический метод, а в другом месте сказать, ага, этот метод был синтетический. Ну, то есть с какой-то уик провернуть именно над этим партой. Как записываются имена классов? Если вы обратили внимание, они пишутся не через точку, а через... Слышать, что входит. И потом приходится в коде это конвертировать, к сожалению. То, что в некоторых местах можно через точку писать, а в некоторых — через слэш. Описание типов. Без этого вообще невозможно программировать CSA, если вы не понимаете, как обозначать типы. Потому что типы приходится указывать в каждом месте. Под типами подразумеваются, во-первых, примитивные типы. То есть это байт, это б. В основном все интуитивно, кроме буллена. Буллены назначаются через Z. Ну, потому что байт нужен призайн. А более сложные объекты назначаются вот таким вот образом. L и через слэш полное название класса с точкой запятой. У массивов такого типа обозначение еще более странное. Здесь пишется скобочка. Где это нужно? Когда вы указываете, в какой метод вы хотите дойти над классом, или в какой метод вы в данный момент хотите создать, надо указывать сигнатуру. И сигнатура указывается с типами. Вот, например, самый простой вариант. VoidFull. У него будет сигнатура. Сколочки пустые — это то, что внутри параметров. И возвращаемый тип. То есть это void. Нужно сказать, что это v. Видите, имя здесь не имеет значения. Это именно сигнатура. Сигнатура не содержит имя. Далее вот intFull, который принимает object. В скобочках нужно написать, что это параметр типа object. Вот из заданной нотации. Плюс он возвращает имя широкий. То есть за скобочками можно в конце написать i. Ну и так далее. Здесь вот массив, например. Как создать метод для CPSM? Есть такие визитеры, как метод визитера. Есть еще метод адаптера, есть еще какие-то... Ну вот основной интерфейс — это метод визитера. Нужно сказать, что вот я создаю, например, acc паблик, то есть будет паблик метод. А может быть это будет статик, когда я должен сказать, что это acc статик еще, по-моему, в личном примере. Указать имя, указать сигнатуру и указать еще какие-то параметры, которые из главы не помнят. Возникли вопрос, для всех, кто не помнит. Imid — это конструктор. Правильно. А кто знает, как статический инициализатор? Пишется. ClInit. У него такое же название. ClInit. Статиком он отображает собой желатая. Просто такая визуализация. Собственно, вот они. Имид — ClInit. При этом вопрос на засыпку. Сколько инициализаторов может быть в классе? Один. Один статический. Даже если вы напишите много, в байкоде это будет один. И если вы напишите много обычных инициализаторов, просто квадратные скорости и пакетбурные скопки, то они будут все в стекле конструктора. То есть обычных инициализаторов у вас их не бывает. Далее. Что можно еще с визитами сделать? Можно пробежаться по аннотациям. Поставить какие-то рандемы аннотации. Или зачитать, какие аннотации есть. Пробежаться по телу метода. Собрать локальные переменные. Или сгенерировать какие-то локальные переменные. И в конце нужно сделать computeMax. Который, если не сделан в самом начале, то надо его посчитать. То есть примерно выглядит это вот так. Как гейерер может делать конструктор. Если мы помним, там были три инструкции. AllotMoveSpecialReport. И вот такой вот страшный код приходится писать на SM. То есть если вам приходится генерировать новый класс, вот такое полотно кодов будет загнивать ваше время. Ну и мей метод, в принципе, примерно то же самое. Давайте проскочим пример. Посмотрим, что делать, если вы хотите сгенерировать цикл. Всегда кодом таким, можно это записать вот таким образом. Проинициализируя сначала конструктору i, сделая какой-то цикл в конце goltu, если i не меньше 10. то есть, в принципе, goltu здесь бояться не надо. Это то, как байткод работает. Выставляются метки, и всякие ифы, циклы и тому подобные вещи делаются с помощью goltu. Или некоторых инструкций, которые воспринимают какой-то фораметр еще. Если мы накопленем этот код, то получим нечто такое. Я систему outprintln в байткод не записал, потому что он здесь не важен. Суть в том, что примерно то же самое получается, чтобы все это ходили, есть какие-то метки, есть какие-то инструкции. Что они делают? Выкладываем константы 0 на стек, сохраняем ее в первые документы. int и равно 0. Далее происходит.